Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Если вы посмотрели вводный урок и смотрите этот, значит WordPress вам нужен. Вы либо его уже используете, либо планируете использовать. В обоих случаях вы с большой долей вероятности знаете, что выбрали и почему. Но без теории все-таки обойтись нельзя. Хотя бы чуть-чуть о том, что такое WordPress нужно рассказать. Тем более, что тут будет и полезная информация, практическая. То, что можно использовать. Итак, WordPress это CMS – Content Management System. Система управления контентом или содержимым. Изначально говоря, CMS все подразумевали системы, подобные WordPress. А их существовало немало и на заре сайтостроения WordPress, кстати, не был самым популярным. Это сейчас ему принадлежит больше половины рынка. Я уже не помню название всех конкурентов, но я тогда, например, делал сайты на Joomla. Joomla существует до сих пор. Однако сегодня, говоря CMS, мы подразумеваем два больших направления систем управления контентом. Во-первых, системы типа WordPress и во-вторых, системы типа Tilda, Wix и так далее. Для того, чтобы понять, чем они различаются и сделать выбор в пользу того или иного направления, нужно объяснить, как работает WordPress в принципе. Итак, WordPress – это система, которая состоит из двух больших сегментов. Во-первых, это база данных MySQL и, во-вторых, код PHP. То, что мы видим в административной панели или то, что пользователь видит, заходя на сайт – это уже фронт-энд, вершина айсберга. Под водой спрятано, во-первых, большое количество таблиц, по которым разложен весь контент сайта. Условно, статья у вас состоит из заголовка, текста статьи и мультимедиа, изображения или изображений, участвующих в оформлении. Но на самом деле в статье есть еще метки, URL, время публикации, автор и много еще какой-то дополнительной информации. И все это разложено по своим ячейкам отдельных таблиц, то есть в зоне ответственности MySQL. А код PHP, второй сегмент, знает, как формировать запросы, чтобы эту информацию из базы данных выводить и собрать в красивую статью на вашем сайте. Очень грубое объяснение, да простят меня программисты. И вся эта архитектура собрана заботливыми руками разработчиков вот здесь, в дистрибутиве WordPress. И для того, чтобы все это заработало, вам нужно этот дистрибутив установить. Единственное, чего нет в этом дистрибутиве, это базы MySQL. Ее вам должен предоставить хостинг-провайдер, но проблем с этим точно не будет. Мне кажется, не существует ни одного хостинг-провайдера, независимо от географической удаленности от центра империи, который бы не имел на любом самом базовом тарифе актуальной версии MySQL, достаточной для работы с WordPress. Таким образом, вот он ваш сайт. Он лежит у хостинг-провайдера и принадлежит только вам, если, конечно, злоумышленники не украли у вас FTP-пароль. Вы можете делать с этим дистрибутивом все, что заблагорассудится, не только переносить его куда угодно вплоть до личного сервера под кроватью, но и залезать внутрь кода, нещадно его курочить, превращая красивый сайт в белый экран с не менее красивой надписью Fatal Error. Это была шутка, я вам этого делать не советую, если вы далеки от программирования. А вот воспользоваться большим количеством плагинов, предустановленных или скачанных тем, немножечко покопаться в CSS, это может позволить себе человек даже далекий от программирования. Теперь, что касается Tilda, Wix и прочих подобных конструкторов сайтов. Это тоже CMS, и тоже с большой долей вероятности бэкэнд строится на связке PHP-MySQL, но доступа к дистрибутиву у вас нет. Один раз сделав свой сайт в подобной системе, вы навсегда попадаете в кабалу, и не только финансовую. Вас могут отключить по решению какого-нибудь надзора, вы не сможете решить любую самую простейшую задачу, если этого нет в функционале системы. Даже если вы заберете дистрибутив сайта, такая функция на дорогих тарифах есть, для того чтобы внести какие-либо изменения, вам придется снова возвращаться в систему. Словом резюмировать можно следующим образом. WordPress – это ваше, с неограниченным функционалом, зависящим лишь от вашей фантазии и уровня компетенции. Tilda, Wix и так далее – это условно ваше, с ограниченным функционалом, зависящим от решения разработчиков. Свобода против рабства – выбор непростой, даже не знаю, что посоветовать. А с вопросом, почему WordPress, а не скажем, Joomla или Drupal, я обратился к Александру Гусеву, который консультирует меня на этом курсе. Александр – специалист по WordPress, веб-разработчик и IT-волонтер, автор статей по WordPress на сайте Теплиц. Саша, привет! Вот скажи мне, почему WordPress? Да, Вова, привет! Отличный вопрос насчет WordPress и буквально несколько пунктов про него. Во-первых, он полностью бесплатный. Во-вторых, он отлично подходит для ведения блога, потому что там уже внутри все это настроено и готово. Затем, WordPress отлично расширяется за счет его плагинов, которых на сегодняшний день в каталоге более 57 тысяч. В итоге можно построить любой практически сложности сайт. Затем, в WordPress есть прекрасная, удобная, знакомая многим админка – панель управления, панель администрирования, как ее только называют, где многие знают, что вот здесь страница, здесь записи, здесь то, здесь это, и многим это нравится. Затем, я считаю, что для НКО очень важно этот прием пожертвований. Так вот, для WordPress есть плагин лейка, который ставится именно как стандартный плагин, не нужно чего-то нового придумывать, прямо на этот же сайт ставится лейка и можно уже собирать пожертвования. Вот это самые главные пункты, которые, я считаю, на которые стоит обратить внимание и все-таки посмотреть в сторону WordPress, если вы еще не там, и продолжать пользоваться WordPress, если вы уже с ним. Как-то так. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ